Здравствуйте, друзья! Сейчас я сделаю обзор своего дома, отвечу на ваши вопросы и расскажу, сколько денег я потратил на строительство дома. Дом у меня одноэтажный с мансардой, общая площадь 69 квадратных метров. Вход. Здесь холодный тамбур. Вот эта большая комната, это прихожая-гостиная. Её размер 2,60х5,50. Здесь прямо кухня. Размер кухни 2,10х2,60. Это спальня на первом этаже. Пока что она используется в качестве склада. Здесь площадь около 10 квадратных метров. Размер точно не помню. По-моему, 2,70х3,30. Санузел. Размер 1,40х2,60. Техническое помещение. Размер 1,50х2,60. И здесь лестница на второй этаж. Здесь небольшой холл. Лестница. И две комнаты. Здесь размер 2,60х3,90. Здесь размер 2,60х3,90. Сейчас я залезу туда и покажу его. Вот такой небольшой чердак. В будущем я планирую здесь сделать пол. И можно складывать какие-то ненужные вещи здесь. Вот такой, друзья, у меня дом. А теперь давайте я отвечу на ваши вопросы. Первый вопрос. Кем ты работаешь? Я работаю контент-менеджером. Второй вопрос. Вентиляция в доме работает? Окна запотевают или нет? У меня вентиляция сделана только в санузле и в кухне с помощью обычных вентиляторов. На данный момент вентиляция не работает. То есть она не включена. Окна не запотевают. Возможно, если будет мороз сильный, то появится конденсат на окнах. На данный момент на окнах конденсата нет. На окнах конденсата нет. Показываю. Все сухо. Следующий вопрос. Почему для кладки стен выбрал газопитон толщиной 200 мм? Почему не 300 мм? И как ведут себя деревянные балочные перекрытия? Какова у них шумовиброизоляция? 200 мм я выбрал, потому что строил изначально баню. Для дома я рекомендую делать не менее 300 мм. Насчет деревянных перекрытий. Шумоизоляция деревянных перекрытий плохая. Лучше делать железобетонные. Следующий вопрос. Как решили проблему с промерзанием мансарды? У вас есть видео, где внутри был снег. Но то был не снег, а иний. И он образовался, скорее всего, из-за того, что между морлатом и стеной была щель. И сквозь нее проходил холодный воздух. Из-за этого на пароизоляции был иний. Сейчас я там все закрыл, подшил свесы кровли. И на данный момент проблемы нет. Возможно, если будут большие морозы, то проблема опять вернется. Если будет проблема, я сниму видео и тогда буду решать уже ее как-то по-другому. С какими доходами в месяц у вас получается строить постепенно дом? Чем вы занимаетесь? Чем зарабатываете? Я уже сказал, что я работаю контент-менеджером. Этим я и зарабатываю. И с каким доходом получается строить? Это я посчитаю в конце, когда буду делать финансовый отчет. Следующий вопрос. Зачем котельную отдельным строением делаешь? Трубы пойдут под землей к дому. В доме я предусмотрел техническое помещение, но так как у меня будет отопление с помощью твердотопливного котла, я решил делать отдельное строение. Почитал я форумы, отзывы других пользователей и также посмотрел рекомендации специалистов. Все рекомендуют делать отдельное сооружение, либо же делать пристроенное с отдельным входом. Я пристройку уже решил не делать, а сделать отдельное помещение. Трубы у меня будут идти по воздуху. Как ведет себя теплоизоляция и шумоизоляция перекрытий из опилок? Не жалеете, что сделали такую. Шумоизоляция деревянных перекрытий очень плохая. Но шумоизоляция с помощью опилок намного лучше, чем шумоизоляция минеральной лапой. Сейчас бы я не делал деревянные перекрытия, а лучше бы делал железобетонные. На входной двери не образуется конденсат. Пока что конденсата на двери нет. Но еще не было сильных морозов. Возможно, если будут сильные морозы, конденсат будет. На эту тему я постараюсь снять отдельное видео. Есть ли в доме фановая труба? Ее расположение и работа. Спасибо. В доме нет фановой трубы и не будет. Как ведут себя теплые полы? Насколько хорошо обогревают помещение? Можно использовать в качестве основного обогревательного прибора. Нет ли завоздушивания? И что вы думаете насчет автоматического воздухоотводчика вместо крана Майевского? Теплые полы работают хорошо. Работа я доволен. Насчет основного отопительного прибора. Возможное можно использовать. Хоть я не проверял. Сказать ничего не могу. Завоздушивания нет. Можно использовать автоматические воздухоотводчики вместо крана Майевского. Это просто будет немножко дороже. Следующий вопрос. Неужели Мансарда так сильно промерзает? Я уже говорил, что промерзание было из-за того, что было продувание под Маурлуатом. На данный момент ничего не промерзает. Скажите пожалуйста, когда идет дождь, шум слышен на крыше или нет? Шум слышен. Заехал или нет? Еще не заехал. Появились ли трещины на стенах свежие? Да, трещины появились. Сейчас покажу. Трещину я заметил, когда делал отверстие в стене. Вот если видно. Вот микротрещина. Длиной где-то один метр. Вот. Вот этого места. Вот сюда. И еще одна трещина возле окна. Тоже горизонтальную. Вот это пока что и все. Только две трещины, я заметил. И еще насчет трещин на потолке. У меня нигде их нет. Это техническое помещение. Сюда я использовал мелкоформатные листы кипсокартона. Здесь много шел. И, как видно, все без трещин. Ни в одной комнате я не нашел трещин на потолке. Покажи подробнее фасад. Нет ли трещин при выходе влаги наружу. На фасаде трещин нет. Показываю фасад вблизи. Знаю, будет ли что-то видно. Но трещин нигде нет. Нигде нет. Продолжение следует... Продолжение следует... Каким способом котельня будет с домом соединяться? Чем отапливать будете? Котельня будет соединяться с домом по воздуху, отапливаться будут дровами. Вы пробовали проверять теплопотери на практике. Если нагреть дом до 22 градусов и отключить полностью отопление, насколько падает температура, например, за 12 часов за ночь при 15 сантиметрах утепления, если на улице около 0 градусов. Заранее спасибо. До 22 градусов я температуру в доме пока что не подымал. Подымал только до 17 градусов. И у меня котел работал только ночью, то есть по ночному тарифу с 11 до 7 утра. За это время температура падала где-то на градус полтора. При температуре на улице где-то около нуля. С небольшим плюсом там температура была. Как там отмостка не треснула? С отмосткой все нормально, трещин нет. Сколько вы дом строили по времени? Дом я строил 5 лет. Скажите, пожалуйста, как работает скважина и что с двухкомпонентным железом планируете делать? Скважина работает хорошо. Железо буду убирать, буду ставить фильтра. Какие, еще не знаю. Почему воздухом лучше по земле меньше теплопотери? Это скорее всего насчет котельной. Под землей я делать не буду, так как у меня там уже все сделано и ломать я не хочу. Поэтому будет соединение между котельной и домом по воздуху. Почему крыша котельной сделана не из черепицы? Потому что у меня все сделано из профлиста. Профлист мне больше нравится. Стоит ли строить дом с газосиликата? Изменил я свое мнение насчет этого материала. Я думаю, что стоит строить. Единственное, нужно выбрать хорошего производителя, чтобы материал был качественным. Не рассматривали вариант дом с подвалом. И там разместить котлы и так далее. Дом с подвалом намного дороже получается, чем даже двухэтажный дом. Поэтому не рассматривал. Почему отказался от электроотопления? Можно сниженный тариф получить и двухзонный счетчик поставить. Электрокотел стоит дешево и занимает мало места. Дом вроде теплый у тебя, затраты на отопление должны быть небольшими при постоянном проживании. Я не отказывался от электроотопления. У меня просто всего 3 кВт. 3 кВт не мало. Хватит ли утепления дома в 100 мм пенопластом плотность 25 мм при толщине стены в 250 мм? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно сделать теплотехнический расчет. У меня на канале есть пример теплотехнического расчета. Можно посчитать. Чем лучше утеплен дом, тем меньше в итоге придется платить за отопление. Как ощущается микроклимат в доме? К сожалению, на этот вопрос я ответить не могу, так как дома я еще пока что не жил. Какая высота потолков чистовая? От пола до потолка у меня 2 метра 38 см. Скажите, пожалуйста, ваша входная дверь между холодной улицей и теплым домом зимой промерзает, если в самой двери терморазрыв? В двери терморазрыва нет, дверь пока что не промерзает. Но это я буду наблюдать этой зимой. Температуру я в доме постараюсь держать где-то в районе 20 градусов. И все это дело буду наблюдать. Когда будешь ставить мебель? Мебелью буду заниматься вот как раз зимой. На этом пока все. Вопросы закончились. Давайте я сделаю еще финансовый отчет. Сколько денег я потратил на строительство дома? И последний вопрос. Сколько же денег я потратил на строительство своего дома? Так вот у меня тетрадь, где я записываю все расходы. И строю я с 2014 года. Это получается даже не 5, а 6 лет. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Да, 6 лет я уже строю. Боже мой. Так, за все это время я потратил 22,233 доллара. И давайте посчитаем сколько это получится в месяц. Так, 6 лет умножить на 12. Это 72 месяца. 22,233 разделить на... 72. То есть в месяц получается 308 долларов. А на этом, друзья, пожалуй, все. Всех поздравляю с наступающим Новым Годом. Желаю счастья, любви и удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok